Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Решение суда штата Пенсильвания отклонить очередной иск избирательного штаба, баллотирующегося на второй срок президента Трампа, продемонстрировало, что вся страна не потерпит попыток республиканца переломить исход выборов. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу штабом демократов Байдена. Еще один суд отверг безосновательные утверждения Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, а также их вопиющие нападки на нашу демократию. Яснее суда не скажешь. Наш народ, законы и институты требуют большего. Наша страна больше не потерпит попыток Трампа изменить результаты выборов, которые он неоспоримо проиграл, отмечается в заявлении. Как информировало агентство Reuters, окружной суд Пенсильвании отклонил иск штаба республиканца, требовавшего признать недействительными почти 7 миллионов бюллетеней, поданных по почте в этом штате на выборах 3 ноября. Трамп аргументировал исковую жалобу с ссылкой на якобы допущенные на выборах в этом штате нарушения. Республиканец утверждает, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему. Согласно оценке газеты The New York Times и ряда других американских СМИ, Байден выиграл в этом штате, набрав 50% голосов поддержки. Его соперника поддержали 48,8% проголосовавших. Также отметим, что президент США Трамп заявил, что нашел способ победить кандидата до демократов Байдена на выборах главы государства. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте. Трамп отметил, что у него достаточно информации о нарушениях во время голосования, чтобы изменить его результаты как минимум в четырех штатах. Президент подчеркнул, что таким образом именно он получит необходимое число голосов выборщиков. Он также поинтересовался, почему Байден так спешно формирует свой кабинет, когда расследователи президента обнаружили столько мошеннических голосов. Помимо этого, американский лидер призвал суды и законодательные органы найти в себе смелость и сделать то, что требуется для обеспечения целостности выборов из самих США. Также отметим, что Байден рассказал про новое назначение в будущей администрации Белого дома. Об этом сообщило издание The Hill с ссылкой на источник. Фаворитом считается 58-летний Тони Блинкен, занимавший пост заместителя госсекретаря при президенте Бараке Обаме. По предварительным данным, Байден победил на президентских выборах в США 3 ноября, но официальные итоги еще не объявлены. Также в качестве потенциальных кандидатов в госсекретаре рассматриваются сенаторы Крис Куз и Крис Мерфи, бывший первый замгоссекретаря и посол в Россию Ильям Бернс и бывший советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. Ранее Байден сообщил, что собирается назначить руководителем аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна, который был его советником, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы, передает коммерсант. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях.